Я благодарен телевидению нашей Иркутской государственной университеты за то, что она делает. Большое дело я не имею для меня лично, а то, что она пропагандирует те традиции и показывает ведущих профессоров, я думаю, это как раз тот сюжет, который мы можем назвать «Связь поколений». В связи с этим я бы отметил в окануне столетия нашего университета, а мне приятно создавать, что я дожил до такого будущего события, что я в этом университете работаю более 45 лет. Точнее, я пришел на кафедру «История СССР» после окончания аспиратуры этой же кафедры в 1973 году. И это было время, когда весь Советский Союз, так именно тогда назывался наш государство, готовился встречать 30-летний юбилей победы Советского народа в Великой Отечественной войне. И первое, что я помню, когда я вошел в коллектив исторического факультета, это блестящие предприятия преподавателей факультета, которые были участниками Великой Отечественной войны. Они никогда не афишировали свои участия в этом деле, тем более это были рядовые участники, но именно те рядовые участники, которые в этой войне выигрывали. И были людьми очень скромными, но прекрасными коллегами. И несомненно, среди них были и лидовые нацентрные, и были выдающиеся ученые. Я бы отметил только двух участников войны в связи с этим. Это выдающиеся дикобреставеты и исследователи общественного движения в Сибири Семена Федоровича Ковля. Я не только участник, но и лидов Великой Отечественной войны, командира пулеметра, командира, командира, как это называется, командира пулеметра расчета. Вот, я помню Евгения Васильевича Алтунина, 16-летнего автоматчика, который добровольцем ушел на фронт и попал как раз на Малую Землю. У него и были соответствующие награды за участие в боях на Малой Земле. Я также помню и еще блестящих профессоров, учеником которых я являлся и являюсь. Это, прежде всего, Федор Александрович Кудряцев, великолепный сибиревед, патриарх сибирской историографии, мой научный руководитель, царство, как говорится, его небесное, и, несомненно, интеллигента, блестящего профессора Сергея Владимировича Шевстаковича. И Федор Александрович, и Сергей Владимирович олицетворяли традиции великой русской профессории. Они не стеснялись прочитать стихи его революции на французском языке и что-то там еще. Были настоящими куберами студенчества. Я могу сказать, что я достал исторический факультет, как уже молодой ассистент, в той поре, когда он готовился к определенному информационному и интеллектуальному взрыву. Вся проблема заключалась в том, что в университете долгие годы не было своего издательства. И мы вынуждены ездили, ездили буквально над поколом в Томский университет, в старейший императорский университет, в старейший университет Сибири, где вот это все можно было издать. Я помню, что мы ездили туда, как в какую-то мекку. И всегда в душе возникало какое-то чувство собственной неувелетворенности. И в этом смысле я бы хотел сказать, что открытие установленного издательства в Иркутском государственном университете в самом начале 80-х годов благодаря с первым директором Сергеем Александровичем Поляковым и главным редактором Инной Рафаиловной Кирок это обеспечило тот взрыв информационный издательский, а в конечном итоге и интеллектуальный рост подготовки будущих профессоров Иркутского государственного университета. Без издательства это было абсолютно невозможно. И вот я хочу сказать, что исторический факультет появлением издательства воспользовался в полной мере. Уже когда издательство было открыто в 1982 году, мы издали туда первые монографии и в этом говорит лично обо мне, то в 1983 году у меня вышла первая книга, на которую вскоре посыпались точно и зарубежные лицензии, и я этим впоследствии воспользовался в полной мере. Я тогда хочу сказать следующее, что для исторического факультета вообще начало и середины 70-х годов это та пора, когда вот тот интеллектуальный взрыв, который как бы нарастал все эти десятилетия, он был осуществлен в полной мере. Прошла целая серия докторской защиты. Первый защитился Геннадий Никитирович Новиков, затем одновременно в Вадении защищался Николай Николаевич Себряков и Ваш покорный слуга, затем прошли защиты Владимира Владимировича Ярового, Владислава Сергеевича Шестаковича и целый ряд других защит. И это привело к тому, что исторический факультет Иркутского консультата университета по праву стал считаться, он и сейчас таково является вторым среди многочисленного созвездия университетов Сибири. Я могу сказать, что и сегодня наши коллеги из Томского университета, которые мы и дружили, и глубоко уважаем, они откровенно признают, что в отечественном, в российском Сибирио-Видении существует только две школы. Томская школа и Иркутская школа. Все остальные, а не так, Ириныч, разделяют идеологии, идеи той или иной школ, других нет, школ нет и быть не может. На сегодня исторический факультет, это структура из пяти капиталов, он располагает блестящей приедой профессоров и не будет привлечения сказать, что по целому ряду позиций, например, по изучению политики имперского регионов в Сибири, по изучению истории управления, организации власти, по изучению истории предпринимательства, общественного движения, мы устойчиво удерживаем переноса среди многочисленных кафедры истории России Сибирских университетов. Я хочу сказать, что у нас за эти годы, вот особенно за последние 20 лет, сформировались блестящие приеды аспирантов, блестящие приеды аспирантов. Многие из наших учеников, моих в частности, например, профессор Куров, уже имеют свои признанные школы и сами выносили уже не один десяток великолепных кандидатов и докторов новых. Я вам могу сказать, что грош цена тому ищенному, историку в частности, который не готовит всех подобных. Но мало их подготовят. Нужно создать такую работу, чтобы эти люди шли дальше тебя. И не надо ревностно к этому относиться. Это нормальное, абсолютное явление. Если мы говорим о приятности поколений, то новое, будущее поколение должно идти дальше своих учителей. Это нормально. А в этом смысле у нас в университете есть хорошие предпосылки. Прежде всего, если говорить об исторических науках, то это великолепная библиотека. У нас действительно великолепная библиотека, в которой золотым фондом является так называемый фонд Сибирики. Это в основе библиотека Восточного Сибирско-Русского Императорского Географического Общества, которое формировалось на протяжении более чем 100 лет. Мы имеем в самом центре Иркутска великолепный государственный архив. И я хочу подчеркнуть, что Иркутск имеет одну особенность по отношению ко всем губернским областным центрам Сибири. Здесь всегда было 4 власти до 1917 года. Генерал-губернаторская власть 1, власть губернатора 2, городское самоуправление в виде городской думы 3 и, наконец, 1727 года – это в центре епархии. Иркутская епархия, русская православная церковь – это государство-государство. Границы, которые распространялись от нынешнего Красноярского края до тихого октября включительно, представляете, какая территория? И материалы по всем этим структурам отложились и в научной библиотеке Иркутского государственного университета, и особенно в Государственном архиве Иркутской области. В этом смысле историков университета есть над чем работать, и главное, что есть, где работать. Конечно, я хорошо понимаю, что новые требования, новые видения передают нам очень серьезные требования. Прежде всего, они заключаются в развитии новых направлений исторической группы. И у нас такие направления есть. Например, социальная антропология. Целый ряд моих коллег по факультету занимаются и не безрезультатно изучением истории миграции. Потом Иркутс находится, вы знаете, в таком очень своеобразном геополитическом положении. Это, как в известной песне поется «Середина земли». И в этом смысле мы не можем не сотрудничать с определенными странами, например, с Монголией. Так, или, возьмите, чуть более восточное направление – Япония. У нас все это есть. И вот мы сейчас по поручению ректора университета Академии Капучка разрабатываем, в том числе и сегодня, концепцию развития исторического образования в нашем университете. И вот эта концепция основывается на интеграции всех родственных подразделений. Современное развитие рынка требует именно интеграции, не разобщенности, а объединения усилий. В первую очередь интеллектуальных и, разумеется, финансовых ресурсов для того, чтобы сделать качественный скачок вперед. В этом смысле у нас на факультете есть немало достижений. Но не нужно забывать, что я стал доктором, ну, в 30 с лишним лет тому назад. Ну, мои коллеги, может быть, чуть меньше, но тем не менее. И мы сегодня достигли того возраста, который свидетельствует о том, что давно пора, давно пора обеспечить себе преемственность. Гуманитарные науки, в отличие от естественных точных наук, имеют одно пособие. Здесь гуманитарием годовенно не становится. Нужен немалый срок чтения, литературы, изучения источников и так далее, прежде чем ты станешь хорошим историком, хорошим филологом, хорошим журналистом. Это как Вилли Патер писал, помните, Роман Николаевич, математическая шишка в голове. Ну и что? Это может быть честный шишка. А гуманитарная шишка, она совсем по-другому проявляется. Нужно, во-первых, писать изо дня в день, а во-вторых, делать это на протяжении не одного года, а десятков лет, прежде чем ты выработаешь хорошее слово, хороший стиль. И вот в этом смысле я хочу сказать, у нас на факультете проводятся специальные школы для молодых авторов, где мы, грандовские школы, где мы их учим писать, учим анализировать источник. Это великое искусство. И я хочу сказать, у нас есть очень даже неплохая молодежь на сегодня. Может быть, их не так много, как хотелось бы, но мы стараемся сделать так, чтобы их было как можно больше. Но то, что есть, вселяет надежду. Это студенты, магистранты и молодые аспиранты первого-второго года в учении, которые являются обладателями пресижных грантов, которые являются победителями всероссийских в том числе конкурсов на лучшую студенческую или магистрскую научную работу. И я думаю, что недалек тот день, когда они вместо нас придут, и мы должны совершенно отчетно понять, что вы сделали то, что можно. Выступите вместо другим. Это совершенно нормально. Старение Иркутского государственного университета – это чрезвычайно важное событие, не только для Иркута, Сибири, а я абсолютно убежден и для всей России. Россия – огромное государство, многонациональное, многоконфессиональное, но далеко не в каждом субъекте Российской Федерации есть такой университет, как наш Иркосур. Я сейчас хотел, что я тут работаю. Этот Иркутский государственный университет был основан в 1918 году, в очень простое время. И на судьбе Иркутского государственного университета отразились все перипедии нашего общества. И гражданская война, и война отечественная, и участие студентов, и преподавателей, и рекордов университета в сахаристическом строительстве. Но и сейчас, несмотря на принципиальную смену парадигм развития нашего общества, ректорат, студенты и профессора университета, а вообще студенты надо поставить для первого места, представляет собой единое целое. И я думаю, вот это единое целое вселяет нас в твердую убежденность в том, что университет находится на правильном пути развития, параллельно определены, стратегические цели для нас ясны, и остается только не просто работать, а вкалывать на пользу университета, который является неразрывным с основной частью нашей системы образования, масштаба всего государства. Исторический флотет Иркутского государственного университета является одним из старейших образований в структуре нашего университета. Он был основан в 1918 году, то есть вместе с нашим государственным университетом мы в осень этого года будем отмечать в столице. Иркутский исторический факультет пережил в серии репетий и изменений внутри Советского общества, от смены названия кафедр до смены преподаваемых дисциплин, но тем не менее сегодня перед нами поставлена задача ректорам Академии Кабычков в разработке концепции развития исторического образования в Иркутском государственном университете, искоря из тех современных требований, которые общество и государство к нам предъявляют. И я хочу сказать группу профессоров в этом смысле концепции подготовлены. И в самое ближайшее время мы ректору эту концепцию должны. Исторический факультет у нашего университета сегодня это очень живой организм. Он представляет собой динамичную связь профессорского преподавателя, состава магистров и, как теперь принято говорить, бакалавров. На факультете работает целая блестящая плеера отменных профессоров, которые по своему направлению, без сомнения, являются первыми номерами в развитии сибирской исторической рамки. Это профессора в полгах боевой готовности, что называется, в отличной форме. Они ведут за собой своих аспирантов, студентов. И результаты, которые для профессора публично представляют, заслуживают всяческое уважение. Я хочу посекнуть, что мы работаем в неразрывном единстве с ректоратом. И в этом смысле вот такое единение позволяет нам испытывать внутренние чувства не только удовлетворения, но и уверенности в своем будущем. Моё видение исторического факультета нашего университета заключается в преобразовании его в институт. Такие договоренности на сегодня существуют. В интеграции, я подчеркиваю, в интеграции всех структурных подразделений университета, которые так или иначе занимаются историческим образованием. Ядром этого объединения должны стать кафедры классической истории. Это кафедра истории России, кафедра мировой истории и международных отношений. Это именно те структуры, которые сделали имя исторического факультета, которые обеспечили его имидж. Это так называемая классическая история, которая выжила, которая приумножила свои традиции и которая нацелена на сегодня, в будущее. И это будущее внушает оптимизм, надежды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!